Всем привет дорогие друзья! В данном видео я расскажу вам про фанатских хищников и левиафанов игры Сабнаутика. Сегодняшняя подборка включает в себя нереально крутых и жутких существ, так что готовьтесь и приятного просмотра! Морской летун Данный вид скатов является самым глубоководным из всего своего огромного семейства, ведь обитает он на такой глубине, на которой ни один из его родственников не сможет выжить. Все его тело имеет биолюминесценцию, что помогает ему видеть в темных местах. Его плавники похожи на крылья и в момент его плавания он интенсивно ими машет, как будто летит. И самое интересное то, что он умеет хвататься своим хвостом за потолок, чтобы поспать прямо как летучая мышь. И таким образом он может скрываться от хищников, закрывая свой свет. Одинокая клетка В глубине, в морском пейзаже скрывается одно существо, которое свирепо реагирует на свет. Эта огромная биомасса черного цвета будет атаковать все, что издает хоть какой-нибудь свет, поэтому держите фары и фонарик в стороне. Если вы плывете на транспорте, особенно в черном поле, либо же море столбов, то выключите их и ориентируйтесь на гидролокатор. Если вы этого не сделаете, то потом не удивляйтесь, что ваша могущественная субмарина была сломана на несколько частей, а потом унесена в бездну. И без транспорта с фонарем в руках тоже плыть не стоит, вас также схватят. Чтобы узнать, где именно эта клетка, можно бросить сигнальную ракету. Но только не приближайтесь к ней ближе, чем на 5 метров. Лесной змей Левиафан Этот водный змей очень любит скрываться и нападать из засады. Сам по себе он напоминает Йормунганда, морского змея из скандинавской мифологии, третьего сына Локи и великанши Ангрбоды. На голове создания имеются шипы, а все тело закутано в очень крутую чешуйчатую броню. Обитал в лесах водорослей, маскируясь в них. На сегодняшний момент эти змеи вымерли из-за того, что на них охотились более мощные хищники. Плезио-Левиафан Этот хищник напоминает смесь древних скандинавских легенд и доисторического зверя по имени Лиоплевродон. Он имеет 4 основных и 1 дополнительный плавник. Из-за них он может плавать очень быстро, так что убежать не всегда выйдет. Его челюсть не только имеет острые как бритвозубы, но еще она может открываться так сильно, что он может просто заглотить целый циклоп. Целый Карл Циклоп. На голове есть очень мощный костяной панцирь, который такой прочный, что он может тараном пробить циклоп и не получить никакого повреждения. Также у него нет глаз и ориентируется он на слух. На его шее расположены специальные органы, которые позволяют слышать звуки в воде на повышенной громкости. А следующее существо было предложено замечательным художником Лизой Лученко. Если что, ссылочка на ее другие творения в описании. Шипастая мурена. Это средних размеров хищник, обитающий в глубоком большом рифе. Существа имеют большие глаза и чуткий нос, а прячутся они в небольших норках, где как мурены ожидают мирно проплывающего бумеранга или другую рыбу, не способную ничего противопоставить. Хищник имеет довольно длинное, чуть сплюснутое тело с многочисленными наростами. Мурена оснащена органами с биолюминесцентными бактериями по всему телу, которые могут помочь игроку избежать встречи с этим кошмаром. Такие же бактерии присутствуют и в части создания. Есть предположение, что тем самым оно приманивает мелкую добычу к себе, но это не было доказано. А вот что точно известно, так это вспыльчивый нрав данной особи. Если она выплывет из своего убежища, а тут вы будете проплывать мимо, она обязательно кинется вас кусать. Также оно может схватить вас за ногу и утащить в свою нору. Кроме того, у мурены большие и хаотично расположенные зубы, которые как нельзя кстати годятся для лучшего удержания и разгрызания. Старайтесь всеми силами избегать встречи с муреной, поскольку иначе вам предстоит битва не на жизнь, а насмерть. Левиафан – плавучая голова. Данный головоногий организм был одним из самых опасных монстров глубин планеты 45-46b. Он напоминает голову какого-то существа, но к счастью, это не так. На своей морде он имеет панцирь, как у рыб, из Дивонского периода. На нижней части имеет отростки, которые помогают плыть этому громадному существу, а также являются щупальцами, которые хватают добычу. В остальной части тела у него размещены сердце, желудок и мозг, которые находятся под прочным слоем ткани. Во рту у него имеются пузыри, которые переваривают пищу и транспортируют ее в желудок. Они очень липкие и если до них коснуться, считай ты погиб. Красный угарь Этот угарь размером со сталкера нападает из засады, скрываясь в красных водорослях. Рост у него 3 метра, но это не самое главное. Его длинная морда может ухватить далекую и довольно-таки большую добычу. Его зубы настолько мощные, что ломают кости одним укусом. Змееподобная форма помогает ему быстро передвигаться, из-за чего он может легко вас догнать. Сам же он нападает со спины или из любой другой слепой зоны. Морской конь Левиафан Эти красочные существа были одними из самых ярких существ на планете 4546b. Они не опасные, они даже довольно умные и игривы. На их большие шеи можно сесть и прокатиться, как на сияющем ките. Живут стаей из 10 особей. Они имеют на своем теле отростки как у членистоногих. Они их используют, чтобы передвигаться по морскому дну, раскапывать какие-то съедобные вещи и устраивать гнезда в песке. От шеи до хвоста и на голове имеются биолюминесцентные органы, которые они используют, если потеряли кого-то из стаи или чтобы оповестить своих об опасности. Их детеныши напоминают каких-то угрей. Эта форма помогает им в побеге от хищников, ведь они малы и быстры. А их форма помогает создавать хорошие повороты, за которыми монстры не часто поспевают. К сожалению, эти дивные существа были истреблены расой предтеч, которые в поисках лекарства Адхара истребили целый вид. Таинственный Левиафан Этот Левиафан очень опасен, смертоносен и тих, так что лучше не сталкивайтесь с ним. По его морде можно понять, что он является родственником замерзшего Левиафана, которого изучает Альтера. В то время как замерзший является земноводным, этот является водяным. Его окрас черного цвета, что помогает ему нападать из темных мест, не вызывая подозрений. Его плавники очень остры и могут разрезать пополам даже скалу. Щупальца существа тоже не надо недооценивать, ведь они любят хватать ими добычу и давить, пока жертва не взорвется изнутри. Очень хорошо, что эти существа вымерли из-за того, что им недоставало пищи, а все существа, на которых они охотились, вымерли из-за болезни Хара. Левиафан-Потрошитель Этот монстр готов вас разорвать на мелкие части, либо заживо проглотить. Эта огромная тварь обитала в пучинах мертвой зоны, где привлекала свою добычу ярким светом из своего биолюминесцентного органа, как у удильщика. Его тело полностью черное, из-за чего он умело прячется во тьме. Клыки в несколько метров могут раскусить пополам даже самого морского дракона. И даже на его раздвоенном языке имеются клыки. А вдобавок, все его тело было покрыто огромным слоем костяной брони. Вы только посмотрите, какие размеры у циклопа и у этой твари. Это была самая настоящая машина для убийств. Но даже эти чудища не смогли справиться с болезнью, из-за чего вымерли. И слава Ктулху, что они вымерли. Всем спасибо за просмотр, друзья. Спешу сообщить, что я наконец-таки сделал свой дискорд-сервер. Ссылочка на него будет в описании под этим видео. И да, если кто-то знает прям как круто его настроить, пожалуйста, напиши мне в личку. Ну а на этом разрешите откланяться, и да пребудет с вами писклявый пискун.